Друзья мои, всем привет! Сейчас подошел к аквариуму, увидел, что моя рыбка плекастомос выплывала и сразу хочу вам о ней рассказать. Очень часто наши клиенты приходят в магазин и говорят, а как же нам сделать аквариум такой же чистый, снаружи, как и у вас? Имеется в виду, почему у нас в аквариумах везде прозрачные стекла. Вы, наверное, эти аквариумы каждый день чистите мочалочкой или скребком. Все абсолютно не так. Не будем сейчас вдаваться в подробности, у каждого из нас свое мнение. Но я за упрощение жизни, я за то, чтобы наши аквариумы были максимально без головной боли, потому что только таким образом это удовольствие будет в удовольствии. Поэтому в каждый из аквариумов я обязательно кидаю плекастомосов. Пекастомос – это рыбы, которые мне на 100% помогают в очистке аквариума. Но это действительно очень такой сильный, мощный чистильщик для аквариума, который поможет с проблемами, с водорослями, которые появляются. Ну и, конечно же, если у вас будут аквариумы с живыми растениями, его аппетит очень сильный и он, бывает, чаще съедает растения быстрее, чем оно успевает вырасти. Поэтому в аквариумах с живыми растениями не всегда оно подойдет. Эта рыба растет довольно-таки крупная. Потому, если вы хотите себе в аквариум посадить его с мелкими рыбками, не забывайте, что пройдет 2-3-4 месяца, эта рыба все больше и больше вырастает. В моей практике из того, что я сталкивался, она у меня вырастала до 30 см. В таком, конечно, крупном размере, мы ее просто уже продавали людям, у кого крупные африканские циклиды, у нее мощный панцирь есть и африканские циклиды ее не трогают. Из моих наблюдений, она активно чистит аквариум, пока она не выросла до большого размера. То есть, пока она вот такого размера, как у меня, 3 см, 5-10 см, то она действительно безвредна для окружающих и чистит стекла лучше всего. Когда она выросла, вырастет 20 см, 30 см, она уже такая ленивая и толком ничего не работает. Я смело назову эту рыбу, что она мирная, потому что у меня в аквариумах, вот даже в аквариуме стойка с продажи рыбы, я ее подсаживаю и к хороциновым, ну, как наблюдаю, то никаких, там, никого она не съела, потому что она сама по себе маленькая, она может единственное доесть какой-то трупик, который остался от рыбки, это да, потому что любые сомики все равно падальщики. Продолжительность жизни у этой рыбы, наверное, лет, наверное, 10. Плавает она по всему аквариуму, по всем стеклам, днем вы ее не всегда можете увидеть, потому что все-таки она пугливая. В вечернее время она выплывает и начинает аквариум ваш очищать. И существуют для нее, конечно, определенные показатели по химсоставу воды, это жесткость должна быть от 8 до 12, кислотность 6-7. Но, как показывает практика, никаких моментов, никаких проблем с этой рыбой не происходит. Температура содержания смело от 20 градусов до 30, без проблем она живет. Для того, чтобы получить от этой рыбы максимальный результат, не старайтесь ее кормить гранулированными кормами. Она должна быть постоянно в таком полуголодном состоянии, тогда от нее будет действительно тот результат по очистке аквариума. Итого, подведем результат нашего видео. Если вы хотите в аквариум бросить сомика, пожалуйста, не путайте сомика-присоска-плекастомаса с, например, анцитрусом. По факту анцитрус рыба неплохая, но толку от нее большого нет. Она просто плавает, сомик-присоска и все, это всем давно известно. Плекастомасы, во-первых, значительно дороже, чем анцитрусы, но от него и вы получите результат. По аквариумам, сколько надо бросать? Если у вас аквариум даже 30-40 литров, и вы готовы на какой-то период ее посадить, чтобы она, когда вырастет, ее кому-то передарить, то вы можете смело покупать ее и на аквариуме 30-40 литров. Только не забудьте, что через полгода вам ее придется кому-то подарить, а себе купить новую. Но вы лишаетесь, вы убираете от себя проблему по очистке стекол. Это действительно круто. В аквариуме 200-300 литров вообще шикарно. Сажаем одну или две рыбки, и они там одна или две рыбки без проблем вычищают стекла, налет на камнях. Я, конечно же, в большинстве случаев эту рыбу высаживаю в аквариуме без живых растений, потому что, ну, молодые росточки, листики, конечно же, плекостомусы будут с удовольствием кушать. Потому вот там и придется их подкармливать, чтобы они хоть давали возможность растениям расти. А так, для любительского аквариума с искусственными растениями, где много камней и так далее, и быстро зарастает стекло, это очень удобно и классно. Потому, если вам нужен действительно профессиональный чистильщик, который вам будет поддерживать идеально чистые стекла изнутри, это плекостомус. Отличительная черта при покупке этой рыбы, так как эта рыба везется за границей, она привозная, она не может стоить 20-10 гривен. Эта рыба довольно-таки дорогая. Потому, первое, наперво запомните, что если вам предлагают ее по 20-30 гривен, это не они. Потому, что большая часть начинающих аквариумистов не могут отличить плекостомуса от обычного анцитруса. Потому, что сомик да сомик, присоска да присоска. Ссылочку на данную рыбу я оставлю внизу в описании. В нашем магазине zoocool.ua Пожалуйста, вы можете тоже приехать, приобрести такого классного санитара, который помогает чистить аквариумы изнутри. Спасибо за внимание. До скорой встречи.